Всем привет! Если вы думаете, что вас в Италии ждет кто-то с распростертыми объятиями, вы глубоко ошибаетесь. Поэтому, не зная языка, вы можете рассчитывать только на какой-то низкооплачиваемую работу. О боже, опять этот язык! Моя нелюбовь к языку, это что-то! Было мое удивление, когда я приехала и узнала, что обычные сиделки получают зарплату на порядок больше. Получает руководитель огромного супермаркета в Днепропетровске, откуда приехала. Всем привет! Я блогер из Неаполя, Татьяна. Я рассказываю о жизни и культуре неаполитанцев и об иммиграции в Неаполь. Я очень верю, что мои рассказы будут полезными и позволят избежать массу ошибок при иммиграции и адаптации в городе. Сегодня я хочу рассказать, как и где выучить итальянский язык и как это происходило у меня. Прежде чем начать свой рассказ, я хотела бы поблагодарить персонально всех своих подписчиков инстаграма, всех своих друзей, которые поддержали меня. Итак, для чего же учить язык итальянский, если вы хотите приехать в Италию? Я, как сказала уже в первом ролике, приехала сюда устроиться работой. Если вы хотите работать в Италии и претендуете на работу не только сиделки или гувернантки по уборке, тогда вам знание языка необходимо, с чем столкнулась сейчас я. И начала бы я список из онлайн-курсов, а именно я пересматривала такие курсы, как полиглот или большой капучино, даже делала распечатки. Ко второму пункту я бы отнесла частные уроки, которыми я, к сожалению, не воспользовалась. Следующий пункт я бы назвала разговорники или онлайн-переводчики в телефоне. И последний пункт, скорее всего, это школы. И вот на последнем пункте я бы хотела остановиться более подробно. На тот момент, когда в 15-м году я приехала и уже был в интернете переводчик на итальянский язык, но он работал с большой погрешностью. И те слова, которые я хотела перевести, а тем более работала в регионе, где говорят чисто на суржике или неаполитанском языке, это получался какой-то испорченный телефон. Было полное непонимание языка и то, что хотят тебе сказать. И когда я учила итальянский язык и говорила на итальянском языке с местными жителями, на меня смотрели с выторщенными глазами и понимал только один-единственный человек, который работал в семье, где работала я, в полиции. На адаптацию к языку мне потребовалось очень много времени. В течение четырех месяцев я вообще не разговаривала, хотя понимала, что говорят итальянцы. Через полгода я стала говорить два всего лишь слова, которые означают «да» и «нет». И этого было достаточно для того, чтобы я работала на той работе, которую я делала. Для чего же нужно учить итальянский язык? Все очень просто. Я бы вам дала один-единственный совет. Вы воспользуйтесь им как хотите. Когда вы приедете в другую страну, у вас будет большой стресс от того, что вы столкнетесь с новой страной, с новым бытом, с новым языком, с новыми людьми, с новой жизнью. И если вы еще будете не понимать, что вам говорят или что от вас хотят, это просто усугубит стресс, в котором вы и так будете постоянно находиться. Первая проблема, с которой столкнулась я при изучении языка, это было то, что я учила итальянский язык, а местные говорили на диалекте или, как по-нашему говорят, на суржике. Следующая моя работа была в семье, очень, скажем, воспитанной и культурной интеллигентной. Вы знаете, сейчас вспомните, как я учила язык с розарии. Мой день начинался, когда я приходила, завтракала, бабушка к этому времени еще спала, прибегала розария и говорила, «Таня, ну что, ты уже подготовилась, доставай свою тетрадку, будем писать диктант». Когда она уходила, я так вздыхала, думаю, «О боже, опять этот язык, моя нелюбовь к языку, это что-то!» Но когда заходила розария, я делала такой вид, «Да, это нужно!» Она так гордилась, когда она мне преподавала этот язык, и мне было просто бальзамом! Вот через четыре месяца я запротивилась и сказала, «Давай сделаем перерыв!» Вторая семья, в которой я работала, была семья интеллигенции. У каждого члена семьи была докторская степень. Даже у бабушки 100-летней был диплом о высшем образовании. Мне кажется, там только у собаки не было диплома. И дочь бабушки решила активно заняться моим воспитанием, вернее, изучением итальянского языка, потому что я сказала, что у меня высшее образование. И она сказала, «Таня, ты не такая, как все, тебе нужно, и ты должна учить язык!» В этой семье я познакомилась с девочкой, которая меня и привела в школу, в которой я сейчас учусь. Эта школа бесплатная, она находится под патронатом Кьезы Сан-Северина, церкви Сан-Северина. И в нее может подать документы любой желающий. Что нужно для того, чтобы попасть в эту школу? Вы должны просто в нее прийти, принести с собой паспорт, две фотографии на паспорт, пройти собеседование с руководителем, и при оформлении документов вы вуаля готовы. На сегодняшний день я продолжаю учиться в школе. Год я отучилась и имею категорию А1. Второй год я не училась, потому что, скорее, не посещала эту школу из-за того, что я работала практически без выходных. И сейчас я возобновила свое обучение в этой школе. Теперь уже у нас уровень А2. Следующий уровень будет Б, и там будет сложнее уже учеба. Многие девочки, которые здесь уже имеют гражданство, они учатся специально в этой школе для того, чтобы получить гражданство на постоянной основе. Вы еще здесь? Не ушли никуда? Тогда подписывайтесь на мой канал. Мне будет приятно! Если у вас все-таки безвыходная ситуация, которая была у меня, то не расстраивайтесь, я бы вам рекомендовала все равно ехать в Неаполь. И в тот момент, когда вы устраиваетесь на работу, просто берите с собой человека, который знает язык и который может вам оказать помощь переводчикам. Есть в городе и частные курсы, приватные так называемые, где вы можете от двух недель и до нескольких месяцев изучить какой-нибудь самый необходимый запас для того, чтобы вы могли общаться на итальянском языке. Я оставлю ссылочку. Есть такая в Неаполе, в центре города, школа. И у меня знакомая, которая находится в Москве, девочка. Она проводит курсы, набирает группы и приводит их сюда, в Италию, на Калабрию, где вы можете ощутить колорит именно итальянский, зарядиться этой энергией. В общем-то ссылочку я оставлю внизу, смотрите. Большой привет группе из Фейсбука, которая сделала мне рейтинг полторы тысячи просмотров. Если та информация, которую я вам сегодня рассказала была полезной, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующих моих видео. Ваш блогер из Неаполя, Татьяна.